Привет, меня зовут Алексей, я окончил юридический факультет МГУ, преподаю в Лицее Высшей Школы Экономики и профессионально готовлю к ЕГЭ и ОГЭ по Обществу о Знаме и Истории уже более 8 лет. В этом видео мы поговорим о понятии государства, его признаках, функциях, а также системе разделения властей. Государство как форма политической организации общества преодолело длинный эволюционный путь, на котором оно противостояло другим формам политической организации людей. Считается, что по мере развития человечества в политическом устройстве общества увеличивалась степень социального, экономического и политического неравенства. Изначально в обществе не было жесткой социальной иерархии, частной собственности и управленческих должностей. Иерархия в первобытной общине основывалась только на биологических различиях. Вся собственность находилась в коллективном владении общиной, индивидам предоставлялось право пользования на владение, а управлялась община собранием ее членов. Однако, по мере увеличения численности людей и усложнения общественного устройства, власть стала сосредоточиваться в руках ограниченной группы лидеров и управленцев, и в обществе стало усиливаться неравенство. Так появились сословия, имущественное расслоение и управленческие должности – вождь, князь, царь. Пусть они свое дело! Я князь! Чего хочу, то вы врачу! Государство – это политическая организация, обладающая суверенной властью в пределах определенной территории и реализующая ее над населением посредством постоянно действующих конститутов управления и принуждения. Ключевым отличием догосударственных политических форм от государства было отсутствие в них специальных механизмов управления и принуждения. Они не имели бюрократического аппарата, четкой налоговой системы, таких органов, как полиция и регулярная армия. Одним из важнейших признаков современного государства является его суверенитет, то есть верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти во внутренних делах страны – внутренний суверенитет, и юридическая независимость от других государств в международных отношениях – внешний суверенитет. В современном мире одни страны испытывают порой давление со стороны других. Государства оказываются в той или иной степени финансово-экономически и политически зависимыми, однако ни огромный внешнеэкономический долг, ни преобладание на внутреннем рынке иностранных товаров не могут умолить государственного суверенитета, а также право страны самой принимать решения по внутренним вопросам и самостоятельно заключать договоры с другими государствами. Государство может обладать внутренним суверенитетом, но не иметь внешнего. Внешний суверенитет во многом достигается путем признания независимости политического образования на международной арене другими государствами. На сегодняшний день существует несколько государств, которые обладают самостоятельностью и верховенством власти в пределах собственной территории, однако не признаются мировым сообществом в качестве независимых и равных по своему статусу государственным членом Организации Объединенных Наций ООН. Среди таких стран, например, Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская Молдавия, Цахарская Арабская Демократическая Республика и другие страны. Какие иные признаки, помимо суверенитета, характерны для государства? Понятие суверенитета тесно связано с территорией. Государственная власть имеет физические границы, которыми очерчивается территория страны. Границы государств проходят не только по суше, но и по воде и даже по воздушному пространству. Человек, пересекающий границу двух государств, фактически переходит из верховенства одной власти в пределы главенства другой власти и принятых ею законов. Следующий аспект государства – это гражданство. В монархических государствах используется термин «подданство». Что такое гражданство? Гражданство – это устойчивая политико-правовая связь человека с государством. Наличие у человека гражданства той или иной страны означает, что он находится под ее защитой, что над ним верховенствуют ее законы. Государство имеет функционирующий на постоянной основе бюрократический аппарат, органы охраны правопорядка и безопасности, при помощи которых оно распространяет власть на всей своей территории и делает подчинение ей общеобязательным для граждан. Государство обладает также монопольным правом устанавливать на собственной территории налоги и сборы, формирующие государственную казну, средства из которой идут на покрытие государственных расходов. А что, ежели налоги повысить? Скажем, пущай не десятину, а четвертину платят. Только государственные органы обладают правом принимать нормативно-правовые акты, являющиеся общеобязательными к соблюдению для всех проживающих на территории страны лиц. Только государство может законным образом применять силовое воздействие к собственным гражданам. Именно законное воздействие. Эй, палачай сюда! Непосредственное применение силы может быть делегировано государством к каким-либо инстанциям или субъектам. Однако право устанавливать, кто и на каких условиях может применять насилие, монополизировано государством и принадлежит исключительно ему. Немецкий ученый Макс Вебер в своей работе «Политика как призвание и профессия» задавался вопросом, а что есть государство? Государство, рассуждал он, есть то человеческое сообщество, которое с успехом претендует на монополию легитимного физического насилия. Характерно, что право на физическое насилие приписывается всем другим союзам или отдельным лицам лишь настолько, насколько государство со своей стороны допускает это насилие. То есть единственным источником права на насилие считается государство. Отмечу, что армии и собственной валюты в государстве может и не быть. Эти элементы не являются обязательными характеристиками государства. Так, собственной армии нет в Андорре или в Тенштейне, а собственной валюты нет в Черногории, Ватикане и Науру. Некоторые авторы в числе признаков государства указывают наличие собственной символики – герб, флаг, гимн. В современном мире государство выполняет множество функций, которые в общем виде можно поделить на две группы – внутренние и внешние. К внутренним функциям государства относятся следующие. Первое – производство и сохранение общественных благ – инфраструктура, экология. То есть государство поддерживает в надлежащем состоянии и создает новые общественные блага. Те объекты, которые используются всеми членами общества, независимо от того, платят они за это или нет. Государство строит и ремонтирует дороги, плотины, школы и больницы, ограничивает производителей вредных и токсичных веществ, загрязняющих окружающую среду и так далее. Вторая функция – обеспечение правопорядка, общественной безопасности, соблюдение прав и свобод граждан. Общественная безопасность является частным случаем общественного блага. Однако обеспечение правопорядка в стране и поддержание правоохранительной и судебной системы в норме является одним из важнейших обязательств государства. Третья функция – поддержка социально незащищенных категорий населения. Государство должно помогать различным категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Лица, оставшиеся без работы, нетрудоспособленные, инвалиды, наркозависимые, малообеспеченные, пожилые, беспризорные и так далее. Также государство должно поддерживать приемлемый уровень социального расслоения и обеспечивать социальную стабильность. Четвертая функция государства – это регулирование экономических процессов. Экономическая функция государства заключается в регулировании и стимулировании экономического развития страны, увеличении уровня в его состоянии граждан, создании стабильной экономической ситуации. Пятая функция – создание условий для развития науки, медицины, культуры и тому подобное. Государство должно стимулировать общественное развитие не только в экономической, но и в других сферах. Сегодня развитие фундаментальной науки, медицины и высокой культуры требует колоссальных вложений, которые частные компании не всегда могут предоставить. Поэтому государства применяют не только финансовые, но и правотворческие инструменты. Шестая функция – поддержание политической стабильности. Сохранение государственной системы в работоспособном состоянии, предотвращение политических кризисов и государственных переворотов является важной обязанностью государства. Среди внешних функций государства выделяют оборону страны, которая выражается в защите ее территории и граждан от угроз, исходящих от других государств и международных террористических организаций. Во-вторых, представительство интересов государства на международной арене. Глава государства или иное полномоченное на то лицо представляет интересы всех граждан своей страны на международных форумах и конференциях. В-третьих, сотрудничество с другими странами и международными организациями, которые предполагают обсуждение мировых проблем с представителями других государств, координирование совместной работы, заключение международных договоров в сфере политики, экономики, экологии и безопасности. В большинстве современных государств власть поделена между тремя независимыми, но контролирующими друг друга ветвями – законодательной, исполнительной и судебной. Этот принцип разработан такими мыслителями, как Джон Локк, Шарль Луи Монтескьо и именуется теорией разделения властей. Органом, осуществляющим законодательную власть, является парламент – законодательное собрание. Парламент разрабатывает законопроекты и принимает законы, по которым живет государство. Органом исполнительной власти является правительство. Правительство включает в себя кабинет министров, министерства и различные ведомства – органы исполнительной власти. Правительство занимается исполнением и применением принятых парламентом законов. Правоохранительная деятельность, здравоохранение, социальные службы – все они находятся в виде неисполнительной власти. Судебная власть представлена конституционными, арбитражными судами, а также судами общей юрисдикции, которые рассматривают и разрешают дела различной направленности, осуществляя тем самым правосудие. Рассредоточение государственной власти между несколькими органами с одной стороны не позволяет сконцентрировать всю полноту государственной власти в руках лишь одного органа или государственного деятеля, что предохраняет государство от тирании, то есть правления, основанного на произволе и насилии, а также от диктатуры, неограниченной власти одного человека. С другой стороны, разделение властей создает между государственными органами конкуренцию, что благоприятно сказывается на эффективности управленческой системы. Принцип разделения властей выстраивает во взаимоотношениях ветвей власти сложную систему сдержек и противовесов, в которой любая попытка какой-либо ветви власти выйти за пределы своих четко очерченных компетенций пресекается другими ветвями власти, стремящимися сохранить существующий баланс сил. Примером функционирования системы сдержек и противовесов могут послужить взаимоотношения ветвей власти в США, где периодически исполнительная власть во главе с президентом не может добиться от законодательного органа принятия желаемого закона, а судебная власть блокирует распоряжение президента, если они представляются судем и не конституционно. Американский суд временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, предписывающий отказывать в предоставлении убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу Соединенных Штатов с Мексикой. Такое решение принял федеральный судья окружного суда в Сан-Франциско, который приостановил действие документа главы Белого дома, заслужив аргументы адвокатов, представляющих американские правозащитные организации. Они в своем исковом заявлении потребовали признать данный шаг Трампа нарушающим права человека, а также административное и эмиграционное законодательство. И напоследок для размышлений приведу несколько интересных фактов. Пожалуй, самое оригинальное определение государства дал французский король Любовик XIV, заявивший однажды «государство – это я». Самым маленьким государством на Земле является Ватикан. Его территория занимает площадь Святого Петра в Риме и несколько кварталов вокруг нее. Общая площадь Ватикана составляет 0,7 квадратных километра. Население – около 700 человек. Самым старым независимым государством Европы в существующих границах является Республика Сан-Марина, являющаяся независимым государством с 785 года. Площадь республики со всех сторон окруженной территории Италии составляет 60 квадратных километров, а население – около 32 тысяч человек. Это же государство имеет самую маленькую армию в мире, насчитывающую всего лишь 85 человек. Самым длинным гимном в мире является гимн Греции, состоящий из 158 строк, а самым коротким – гимн Японии, которым всего 4 строки. Наибольшее число официальных языков в Индии, конституция которой наделяет статусом официальных 22 языка. Последним из отказавшихся от собственной валюты государств в 2009 году стала расположенная в Южной Африке Республика Зимбабве. На 1 января 2009 года самой мелкой купюрой в национальной валюте был 1 доллар, а самой крупной – 100 триллионов долларов. Ну а обо всем остальном в другой раз. Ставь лайк, подписывайся на канал, контакты для записи на индивидуальные групповые занятия смотри по ссылкам внизу, пиши в комментариях, была ли информация полезной, какие темы по обществу ознанию тебе было бы интересно разобрать, и я обязательно сделаю это в следующих видео. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...